Ладно, ладно, всё, больше не буду. Привет, друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере Радмир, вторая свалка, всё как всегда. Админам сразу привет, я знаю, что вы посмотрите этот ролик, можете сразу коммент хотя бы написать, ну лайк поставить, я точу, как неродные видосы смотрят, а лайки не ставят. Моя любимая тема, разбор полётов, за что меня забанили на сервер Радмир МТА, второй сервер. Так что присаживайся поудобнее, и мы начинаем. Пау! Казалось бы, просто хороший день, Эван выставил ролик, второй день зашёл, утренечком выполнил все задания ежедневные, 200 там, 12 или 15 день, неважно. Вечером ещё написал свою личную беседу в ВК моих подписчиков, если вы ещё не вступили, ссылочка в описании, мы там общаемся, я там всегда скидываю ролики, как только они выходят, чтобы вы их не пропустили, вот. Написал, что с пацаны, стримчик проведём вечером по Радмиру? Они такие, да, да, давай. И тут-то, как бы я уехал по делам, и мне звонит Вадим и говорит, привет, нас забанили. И скидывает мне вот такое вот сообщение. «Все, кто багаюзил с очилкой 1000 метров по виду в Севена, баны по 30 дней и штрафы по 100 тысяч, специально для тех, кто состоит в кланах». Я такой офигеваю, потому что я играл сегодня, меня не забанили. Потом вышел, и через час меня забанили. Забанили где-то в 2 часа дня или час, что такое. 28 числа, да. Потом я захожу в беседу моих знакомых с клана, и вижу просто это сообщение. И понимаю, что админы прям мои подписчики. Ладно, шутки в сторону. Выложил я видос, как выполнить 1750 метров на Радмиру МТА. Да, если вы не смотрели этот видос, можете посмотреть, ссылочка будет в описании. Вот давайте хотя бы там 1000 просмотров набьём. Чё, я с пацанами даром забанился на 500 просмотров и 30 лайков, пацаны, вы шо? Давайте хотя бы 1000, по-братски. Собственно, как я и говорил в том видосе, 750 метров ещё реально пролететь, это можно сделать, ну, там где ВЛВ, там где эти заброшенные аэропорты. Но, 1000 метров ты не сделаешь никогда, просто нельзя так пролететь. Поэтому игроки начали просто искать обход, и нашли вот такой вот баг, который заключался в том, что нужно было перевернуть тачку на крышу. Игра думала, и скрипт думал, что ты летишь, потому что колёса не крутятся, они оторваны от земли, вот. И мы просто толкаем друг друга, и выполняем таким же способом 1000 метров. Я не думал, что меня, если честно, забанят на этом сервере, но то, что забанят всех пацанов, которые есть у меня ролики, ну, почти всех, там не всех забанили, я вам спойлер дам такой. Вот если вы посмотрите и узнаете там, ну, короче, по скриншотам можно узнать, кого не забанили на этом сервере. И также вы можете поиграть на сервере, увидите, кто не в бане, вот. Почему-то они не всех забанили, забанили только где-то процентов 80, я не буду говорить, кто, можете посмотреть, админ это, админы можете тоже опять ролик посмотреть, вы ещё не всех забанили, вот. Смотрите, вот, пацаны, сори, я не знал, что вас забанят. А, да, я хотел сказать, что если мой видос, если я показал способ, значит забанят только меня. Но они забанили тупо всех, кто есть в этом видосе. Также мне было очень интересно, какие же у них есть доказательства, вот какие. Я зашёл в Радмир Техподдержку, группа есть такая, где ты можешь скинуть ЖБ на разбан, либо на игрока, либо на администрацию, оформить заявку, добавить скриншоты, и они тебе отпишут. Ну, конечно, отписывают они и так хорошо, мне через день ответили, хотя моему другу ответили всего лишь за часик. Собственно, я оформил заявку на разбан, это вы, наверное, всё видите в этих скриншотах, вот. И они мне написали через день, бан выдан верно? Можете пересмотреть ваше же видео, заявка отклонена. Я врубил, типа, дурачка. Говорю, какое видео они? К которому вы ограничили доступ? Ваша заявка отклонена, дальнейшие сообщения не по теме будут расцениваться как флу. Теперь знаете, почему они так написали? Потому что, передайте, мой друг написал им такое же сообщение, и они ему отписали вот что. Вас забанили за багаюз, а именно за использование бага с прыжком на 1000 метров. Доказательств предоставить более не можем, так как автор видео её удалил. Бан верный, заявка отклонена. Так как я бывший сампер, по факту, когда тебя забанили, ты пишешь жб на разбан, либо опру просто просишь. Доказательства кто не шарит, вот. Каждый администратор, когда банит кого-то, либо демороган сажает, либо мут выдает, он выдает и записывает это, и сохраняет доказательства того, почему он это сделал. На родмире подумали, что это нам нахуй не надо, мы просто вот скинем Эвана ссылочку, вот этого видоса, скажем, вот здесь доказательства, всё. А Эвана такой чёрт взял и ограничил доступ, и у нас доказательства пропали. И что делать? А, я не знаю. Теперь, если мы зайдём в официальные правила данного сервера, они придумали очень хитрый пункт, который называется 1.5. Он гласит о том, что администратор, слэш модератор, не обязан в обязательном порядке предъявлять доказательства наказания. Из этого исходит один очень интересный прикол, потому что есть у меня пару знакомых, да я думаю, вот кто такой хороший игрок на родмире, он знает, что такое бывает. Есть игроки, которые мешают некоторым кланам, бесят некоторых админов. Если чё, у нас кланы платятся просто на раз-два. Если вы хотите об этом отдельный ролик, напишите это в комментариях, разосрём просто родмир по полу, пока мне не забанят. А, стоп. Ну да. Рассказывали мне некоторые люди, что есть такие люди, да, вот это, конечно, автология, ну да ладно. Короче, админы, если им мешают, они могут тебя просто откинуть за 2.8. 2.8 правило, это запрещена продажа, покупка игрового имущества, игровой валюты за вне игровые ценности. Короче, продажа вертов. Если ты мешаешь администратору, либо кому-то, они могут тебя забанить за 2.8, и ты никак не докажешь, что ты этого не делал. Из-за этого банятся полностью по всех 3 серверах. Поэтому смотреть на правила, прежде чем, чтобы что-то сделать, это максимальный бред, потому что они не объективны никаких своих обсуждений. Почти все админы на родмир МТА, о собственности на втором сервере, почти все. Но есть пару хороших админов, с которыми я общаюсь. Давайте перейдем к ролику. Мне вот интересно, зачем было добавлять достижения на 1000 метров, если его нереально выполнить? Конечно, игроки хотят выполнить, потому что они хотят получить халявные деньги, халявные кредиты. Выполнить его никак нереально, нужно только придумать какой-то баг, либо какой-то способ, чтобы его обойти. Но если ты его придумаешь, обойдешь и покажешь, тебя забанят, но достижения не уберут. Мне вот просто интересно, вот пусть админы, вот кто-то один, либо тот же самый Ковалевский, пусть где-то выполнит, просто прыжок на 1000 метров, чтобы можно было где-то разогнаться и прыгнуть на 1000 метров, чтобы это достижение было выполнимо. Если нет, это можно расценивать как провокацию, а это уже статья как бы. Да и в баги нужно фиксить, пацаны, а не банить за них, я просто не понимаю. Ютубер нашел баг, он записал видео, как он выполняется. Ты должен сказать, ну спасибо, окей, мы его пофиксим. Не, они его не пофиксят, но игроков забанят. Не говорю только про ютуберов. Окей, давайте, если уже пошла такая речь о багах, тогда что вы мне скажете на этом? Эти достижения были добавлены зимой, как все прекрасно помнят. Зимой был прекрасный баг на дыбы, который ты берешь, ставишь дыбы на любую тачку, выезжаешь на лед, либо где-то на длинную-длинную трассу, нажимаешь резко газ и нитро, тачка встает на задние колеса, ты проезжаешь некоторое количество метров, потом опускаешь тачку, потом она передними колесами бьется об землю и выполняешь тысячи метров. Я уверен, что очень много человек выполнило именно этот прыжок таким багом. Тогда вопрос, почему и вы их не забанили в тот момент? Почему? Наверное потому, что его выполнило очень много человек, да? Если вы забанили, на сервере бы тупо никто не играл. С таких рассуждений, если вы не банили тогда, тогда зачем вы баните сейчас? Типа, если банили тогда, забанили бы сейчас, окей, но тогда игроки выполняли багом, вы их не банили, и сейчас игроки выполняют даже тем же багом, который я показал, вы их не баните. Теперь давайте поговорим о ютуберах. Очень много пацанов мне написало в комментариях, что Эван, это нарушение правил, тебя забанят. Я говорю, ничего мне не будет. Окей, они говорят, посмотри на Хантера. Я, короче, загуглил, есть такой пацан, который там редко играет на первом сервере Admir, он заплатил 5000, или 10, я не помню уже, заплатил пацанам, которые его толкают. В итоге, его забанили на 16 дней. Он таким же способом, как и я, показал, как его выполнить, там ролик, что-то минуту, две или три длится, я не помню, если честно. Его забанили всего лишь на 16 дней. Тогда почему Хантера забанили на 16 дней, а нас с пацанами забанили на 30? Еще один прикол. Давайте вернемся к багу на дебаг зимой. Зимой я пришел на сервер опять играть, мне было очень интересно выполнить этот прыжок, и я загуглил и нашел в Ютубе такого игрока, как Кстат. Тебе большой привет, если ты посмотришь этот ролик. Он выполнял этот баг, показал чип, показал, как его выполнить, но что? Его не забанили. Ролик он выпустил, и все нормально. Почему, когда я выпустил ролик, меня забанили, и Хантер выпустили ролик, его тоже забанили. Тоже интересно, да, пацаны? Теперь давайте поговорим о пиар-менеджере Редмира. Считайте, в МТА есть три сервера, ну, уже два, можно сказать. Смотрю, я уже вообще не беру до внимания, это уже не конкурентно способен сервер, это просто говно уже какой-то собачий, также какой-то рейдж МТА, вот это все говно, ну, БРП, я даже их не беру. Считайте, два конкурента осталось, это, вернее, один. У CCD это Редмир, а у Редмира это CCD. На Редмире, особенно на втором сервере, почти из ютуберов никто не играет. На первом и третьем сервере играют, там онлайн по 250, на втором 120, 130. Второй сервер нужно поднимать, нужно что делать? Нанимать ютуберов, чтобы они снимали, паблики, пиарить, вот это все. Тут появляю себя, который снимаю на втором Редмире, и поднимаю у других людей интерес к этому серверу, да? За это я ничего не прошу. Я, конечно, был бы очень рад, если в администрации мне что-то отсыпало. Почему они не могли просто мне написать в ЛС, там, либо в комментариях, типа, удали ролик, и, типа, тебе предупреждение, там, выдадим, что ты больше не делал бы такого. Например, если бы я имел свой личный сервер, я бы сказал, типа, если в ютубер нашел какой-то баг, или уязвимость, я бы сказал, можешь удалить, пожалуйста, ролик, типа, мы даем тебе предупреждение, удаляй ролик, мы тебя не забаним. Если не удалишь ролик, мы тебя забаним, окей. Удалишь ролик, мы тебя не забаним, типа, так и так, не делай больше. Нет, они просто без лишних объяснений, просто зашли, всех откинули в бан, и все. Поэтому это обращение к администрации, я требую компенсации. Ой, как много людей просто запомнили меня из-за этой компенсации. Пиар-ход, конечно, удался, хотя все просто угорали, типа, те ее не выдадут, и говорил, я не рассчитывал, а просто сделал так, чтобы вы мне запомнили. Собственно, я надеюсь, вам все объяснил, я уже вижу на монтаже, что я напиздил на 20 минут, я не знаю, как это вложу минут 10, вот. Я вам дал тему для размышлений, стоит ли играть на втором сервере Редмира и вообще на проекте Редмира МТА. Выбор за вами, пацаны. А, и почему я был такой веселый в ролике в начале, я забыл сказать. Они меня забанили, думали, что они мне сделают хуже, но я думал на два хода вперед, поэтому я продал бизнес, чтобы он не слетел первое, оплатил дом на 40 дней, что на 10 дней больше, чем бан на 30 дней, я предусмотрел все простое, и вышел из клана, чтобы мне не прилетело штрафа 100 тысяч. Просто, brains, brains, you know, you know, admins, brains. У меня уже записано 3 ролика наперед по Редмиру, ну как записаны, они еще с августа остались, вот, по перепродаже, по контейнерам, еще по одной теме, вот. Так что выйдет еще пару роликов, и я, наверное, думаю, что это будут одни из последних роликов, потому что по такому отношению ко мне и к игрокам, я здесь играть не хочу, потому что здесь тупой блат, тупые правила, а в конце я чисто запишу дис и разъебу всех просто. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился, жди следующие серии по Редмиру, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, Вова, Дима, Дима, Вадим, извиняйте за бан, вот, всем желаю хорошего дня, всем удачи, и всем пока-пока.